Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, и сейчас мы расскажем, что интересного случилось в мире высоких технологий с момента выхода вчерашнего выпуска. Сервис PlayStation Now прокладывает дорогу на ПК. Пару недель назад с подачи игрового портала GameCult поползли слухи, а теперь Sony официально объявила о запуске стриминговой платформы. Ее ПК-версия доступна в Великобритании, Бельгии и Нидерландах. В скором времени оценить более 400 игр из библиотеки PlayStation 3 смогут жители некоторых других стран Европы, а затем география PS Now пополнится Северной Америкой. Системные требования вполне гуманные. Нужен процессор не ниже Intel Core i3 или AMD A10, а скорость интернет-соединения должна быть не менее 5 Мбит в секунду. А вот список операционных систем пока состоит только из 7, 8 и 10 Windows. Вопрос с выходом на macOS еще рассматривается. Параллельно с запуском сервиса Sony представила беспроводной USB-адаптер для геймпада DualShock 4. Он поступит в продажу в сентябре по цене 25 долларов. Месячная стоимость подписки на PS Now составляет 20 долларов, а 3 месяца обойдутся в 45. Тесла продолжает наращивать мускулы. Новейшую Model S P100D производитель называет не иначе, как самым стремительным серийным автомобилем в мире. Он разгоняется до 100 км в час всего за 2,5 секунды. Это, как утверждает Тесла, третий результат среди всех когда-либо выпускавшихся серийных машин. Быстрее только LaFerrari и Porsche 918 Spyder, но они производились в ограниченном количестве и стоили свыше миллиона долларов. В общем, вряд ли у владельца P100D найдется много достойных соперников в светофорных гонках. За такую динамику приходится платить. Новый батарейный блок на 100 кВт-часов поднимает цену Model S P100D с режимом LudacrossMod до 134,5 тысяч долларов, что на 9,5 тысяч дороже предыдущей P90D. Этим же блоком, кстати, можно оснастить Model X. С ним кроссовер будет разменивать сотню за 2,9 секунды. К слову, запас хода обеих моделей тоже вырастет примерно на 7%, так что толика практичности в этом безумии все же нашлась. Стол для работы стоя может улучшить осанку и облегчить боли в спине и шее, которые испытывают те, кто часами сидит за компьютером. А стол под названием Gaze Desk можно назвать еще и гаджетом. По нажатию кнопки он переключается между сидячим и стоячим положением, позволяет отдельно регулировать высоту монитора, отслеживает вашу осанку благодаря встроенным сенсорам и даже напоминает о том, что пора бы сменить позу и встать. Кроме того, Gaze Desk синхронизируется с другими умными устройствами, например, чтобы включить лампу или вентилятор, когда вы присаживаетесь. Базовая версия с независимой регулировкой стола и опорой для монитора стоит 2000 долларов, а ранние пташки могут зарезервировать Gaze Desk на Kickstarter за 900 баксов. Вариантов исполнения целых 6, включая детский, а поставки должны начаться в декабре. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!